Летний день год кормит. На перевале Гумбаши прошел ставший уже традиционным конкурс косарей. Необычные состязания на стыке спортивного азарта и старинных народных промыслов. Уже не первый год организовывает администрация Карачаевского района. О победителях и призах в материале Ахмата Халкечева. И в этом году необычные состязания собрали 25 претендентов на звание лучшего в старинном ремесле. Место проведения состязаний в одном из оживленных туристических маршрутов выбрано не случайно. Ведь гости нашего региона должны увидеть, что здесь живет народ созидающий, говорят организаторы. Также они с удовлетворением отмечают, что конкурс начал приобретать черты профессионально-спортивных состязаний. Я слышал, что уже заказывают инвентарь с Москвы, потому что они же интересуются. Я еще раз говорю, итальянские, косопаркские, австрийские. У них металл, по-моему, какой-то другой. И вот я интересовался, говорят, совсем по-другому они косят. То есть молодежь интересуется. Сегодня не только там смартфоном, телефоном, чем-то еще. А косвами, вилами, трудом. То есть это настоящий физический труд. Конкурс хоть и называется районным, соревнования являются открытыми. Принять участие может любой желающий. Соответственно, с каждым годом растет не только количество участников, но и их мастерство. Есть участники, которые участвуют уже первый раз в этом конкурсе. Соответственно, у них и козьба не очень. А есть участники, которые уже участвуют не первый год. У них, соответственно, и козьба намного лучше. И вот как мы уже здесь видим, что практически в чистую здесь косят. И есть участники, которые уже вот в наздря, в наздрю идут. Это представители верхней моры и нижней Тиберды. Территорию одного гектара с четвертью специальная комиссия разбила на участки по 7 суток. Ну а кому какой достанется, конкурсанта определяли путем жеребевки. Кроме скорости, судейская коллегия оценивает и качество козьбы. Стерня после укоса не должна превышать 5 сантиметров. А волоки должны быть максимально ровные и недопустимо под ними оставлять нескушенной травы. По итогам аналитики экспертов, серебро состязаний и денежный приз 50 тысяч рублей достался жителю аула Нижняя Мора Энверу Лепшокову. Третье место и 25 тысяч рублей забрал житель аула Учкулан Хазыр Барлаков. Ну а лучшим косарем 2024 года признан житель аула Верхняя Мора Аслан Хачиров. Победителю вручили денежный приз 100 тысяч рублей. И по завершению соревнований гости и участники еще долго не хотели расходиться. Ну а праздничное настроение мероприятия поддерживала разнообразная концертно-развлекательная программа. А также гостям праздника продемонстрировали традиционное гостеприимство у гостев блюдами национальной кухни.